This conference will now be recorded. А тема довольно интересная. Это настройка NAT или PAD для работы с несколькими провайдерами. Как я уже сказал, зовут меня Монахов Павел Сергеевич. Я являюсь сертифицированным инструктором компании Cisco Systems и сертифицированным академическим инструктором компании Cisco, что позволяет мне открывать доступ к материалу, преподавать курсы от лица Cisco Systems, выдавать документы об окончании. Имею ряд статусов, как их называют, промышленных. Я перечислил на экране только небольшую часть, чтобы не захламлять слайд. Если вам будет интересно, вы всегда можете узнать обо мне подробнее на моем сайте. Сайт написан на слайде. Там же есть и контакты. Если вдруг вам захочется со мной связаться по электронной почте, может быть через социальные сети, пожалуйста, я всегда за. В будние дни я работаю на предприятии, а в выходные дни, по вечерам и иногда в будни, среди недели, веду здесь в курсе специалистов, курсы по сетевым технологиям и в частности по сетевым технологиям от компании Cisco Systems. Какова наша задача? Представим, что у нас есть предприятие, в котором было одно подключение, был всего лишь один провайдер. И вы решили обеспечить некую отказоустойчивость, подключили услуги второго провайдера. И, конечно же, тут встает вопрос, как это все грамотно настроить. Задача может варьироваться, если, например, провайдеры у вас не равнозначны. Например, один провайдер чуть-чуть пожирнее, другой, наоборот, по пропускной способности довольно-таки скромный. Для упрощения задачи, давайте представим, что провайдеры одинаковые. Например, один 100 мегабит и другой 100 мегабит. И нам не суть важно, как уйдет пакет через одного провайдера или через другого. Главное, чтобы задействованы были оба. Ну и, конечно же, в небольшой организации вряд ли будет своя собственная автономная система или большой блок внешних IP-адресов. И наверняка захочется настроить NAT или, в частности, PAT, для того, чтобы устройства смогли выходить во внешние сети. Вы видите пример топологии, который я составил для данного семинара. Здесь представлен пограничный маршрутизатор нашей организации, HQ. Некий тестовый ПК внутри локальной сети. Два маршрутизатора провайдера с довольно похожими, надо сказать, IP-подсетями. 209-165-100 и 209-165-200. И некий вымышленный сервер в сети интернет, с которым мы будем проверять связь. Провайдер первый уже настроен. До него есть маршрут по умолчанию. Настроен PAT. И пока второй провайдер никак не задействует. Давайте посмотрим, какие предварительные настройки я совершил. Выведу на экран консоль. Вот наш маршрутизатор HQ. На нем уже преднастроены интерфейсы. Интерфейс FAA0.0 смотрит в сторону первого провайдера. Интерфейс FAA0.1 в сторону второго провайдера. И интерфейс FAA1.0 в сторону локальной сети. Посмотрим таблицу маршрутов. Show IP Road. В таблице маршрутов мы видим пока настроенный единственный маршрут по умолчанию через первого провайдера. Также у нас есть настройки NAT. Посмотрим. Show IP NAT Statistics. Интерфейс FAA0.0 ведущий к первому провайдеру помечен как внешний. Интерфейс FAA1.0 помечен как внутренний. И одно единственное правило. То, что в аксесс-листе под названием ACL.LAN подпадает под пермит, то должно патиться в адрес на интерфейсе FAA0.0. Аксесс-лист стандартный, в нем нет ничего особого. Мы просто разрешаем локальную... Мы разрешаем все из внутренней сети 192.168.1.0. И, собственно, давайте попробуем настроить. Какая первая мысль приходит в голову? Ну, раз интерфейс в сторону второго провайдера есть, то необходимо завести второй маршрут по умолчанию, а потом настроить NAT. Сначала убедимся, что до настройки все работает. Я открою консоль к тестовому ПК и попробую связаться с вымышленным сервером сети интернет, сервером 4.7. Как видим, связь присутствует. Но до начала настроек все работает. Вобьем маршрут по умолчанию с помощью команды IP Road маршрут в сеть все нули, по маске все нули через NextHop IP-адрес нашего второго провайдера. Суды по схеме это 209.165.200.0.0.0.1. У нас есть два маршрута в одну и ту же сеть, по одной и той же маске. Оба маршрута имеют одинаковую административную дистанцию. Значит, оба маршрута по умолчанию будут поставлены в таблицу маршрута. Я ее проверю. Show IP Road. Действительно, вот они. Оба маршрута по умолчанию. Значит, маршрутизатор будет выполнять балансировку. Иногда пакеты будут уходить к первому провайдеру, иногда ко второму. Второе. Вы хотите составить правило для NAT. Прежде чем настроить правило, необходимо пометить нужные интерфейсы, как внутренние или внешние. Интерфейс к первому провайдеру уже был помечен, как внешний для NAT. Пометим интерфейс, направленный в сторону второго провайдера. Это интерфейс F0.1. IP NAT outside. Посмотрим текущее правило NAT. Для этого выведу кусочек ранен конфига и отфильтрую по ключевому слову overload. Вот так выглядит текущее правило. Все, что подпадает под аксесс-листа CLAM, патится в адрес интерфейса F0.0. Для простоты я просто скопирую эту команду и заменю название выходного интерфейса. Чем я руководствую? Я предполагаю, что, вбив еще одно правило, у меня все заработает. Я вбиваю. И смотрите, что на самом деле произошло. Если еще раз вывести кусочек ранен конфига, мы видим, что старое правило пропало. И на его место встало правило новое. Почему? Но правила идентичны. В этих правилах используется один и тот же аксесс-лист в качестве условия, а изменяется только интерфейс. И поэтому старая строчка, которая сейчас у вас выделена черным, ушла, а новая встала. Две строчки, похожих в таблице, в правилах иметь нельзя. Дальше, конечно, можно представить, ой, а как же быть? Можно начать фантазировать, можно внедрять несколько аксесс-листов, как-нибудь разбивать нашу сеть. В общем, заморачиваться можно по-разному, но мы узнаем легкий вариант исправления данной проблемы. Давайте проверим, работает вообще что-нибудь или нет. Пока все еще работает. Судя по всему, трафик перестроился на второго провайдера. Почему он уходит туда? Потому что, наверное, так скомпилировалась таблица Cisco Express Forwarding. И вот нам так повезло, что после того, как мы добавили новый маршрут по умолчанию и добавили новое правило NAT, трафик ходит. Но если я выключу интерфейс, направленный в сторону второго провайдера, все неожиданно перестает работать. Все. Увы и ах. Действительно. Чтобы решить эту задачу, нам потребуется познакомиться с инструментом, который называется маршрутные карты. Маршрутные карты или роутмапс, роутмапы. Это довольно-таки распространенный инструмент внутри Cisco EOS. Маршрутные карты очень похожи на списки контроля доступа, но и обладают гораздо большими возможностями. Изначально маршрутные карты применялись для ПБР, Policy Based Routing. Однако потихонечку их функционал расширился, их можно использовать, как, например, в списке контроля доступа в совершенно разных частях конфигурации. Например, при перераспределении маршрутов. Также маршрутные карты являются основным инструментом для фильтрации отправляемых или принимаемых маршрутов при использовании протокола BGP. Мы же познакомимся с маршрутными картами, чтобы использовать их в правиле НАТО. Что из себя в целом представляют маршрутные карты? В отличие от аксесс-листов, они всегда именованные. Роутмапы состоят из наборов правил или секций. В каждой секции есть условия и действия. Аналогично аксесс-листу Permit или Deny. Так же, как и в аксесс-листе, суть результирующего действия Permit или Deny зависит от того, где эту маршрутную карту будут применять. Условий внутри одной секции может быть много. При этом условия можно комбинировать внутри одной секции с помощью логических союзов И, ИЛИ, что позволяет вам достигать большей гибкости, гораздо больше, нежели при использовании аксесс-листов. Также вы можете при совпадении с условием не только применять некое результирующее действие, но и изменять некоторые параметры прямо внутри секции. Роудмапы, как и аксесс-листы, просматриваются сверху вниз до первого совпадения. Если мы попали под условия, применяются изменения параметров, если они есть, и применяется результирующее действие Permit или Deny. И дальше маршрутная карта не просматривается. Если же при проходе через маршрутную карту мы не попали ни под одной секцией, как и в списке контроля доступа, в конце есть неявный запрет. Вот пример простейшей маршрутной карты. Маршрутные карты составляют с помощью команды Roadmap. Дальше идет имя маршрутной карты, результирующее действие Permit или Deny и номер секций. После этого вы попадаете в подрежим конфигурирования секции, где вы можете задавать условия с помощью команды Match. Если необходимо, вы также можете менять какие-то параметры с помощью команды Set. Как видите, у секции есть порядковый номер, секции просматриваются по порядку. Нумерация может быть произвольной, я придерживаюсь той же нумерации, что и внутри списка контроля доступа через десятку, чтобы у вас была возможность вставить значения между уже имеющимися секцией. Когда вы задаете условия с помощью команды Match, условия можно комбинировать. Допустим, есть условия, которая проверяет, подходит ли пакет или маршрут под аксесс-лист. И аксесс-листов, под которые может подходить пакет, у вас довольно много. Тогда вы можете упомянуть несколько условий в одной строке, и маршрутная карта будет следовать следующей логике. Если пакет подпадет под пермит в CL1, или в CL2, или в CL3, то тогда эта секция маршрутной карты срабатывает. Если же вы условия написали на разных строках, то эти строки объединяют союзом И. Например, чтобы секция 20-ая сработала, должно выполниться и это условие, и это, и это. Все вместе. Какие бывают условия? Условия задаются с помощью команды MATCH. Условий может быть довольно много. Самые распространенные. Например, MATCH-интерфейс. Проверяется совпадение выходного интерфейса. Также распространены сверки по адресам с помощью параметра IP-адрес или IPv6-адрес. Можно сверять адрес следующего перехода для пакета с помощью IP-NEXHOP или IPv6-NEXHOP. Причем совпадение адресов можно проверять как с помощью списков контроля доступа, так и с помощью префиксных листов. Чаще всего маршрутные карты, конечно же, применяются при policy-based routing, чтобы изменить NEXHOP, чтобы перенаправить трафик не согласуясь с основной таблицей маршрутов, а исходя из ваших пожеланий. В таких случаях внутри секции задают изменение параметров командой SET, с помощью SET IP-NEXHOP можно поменять адрес следующего перехода для пакета или SET IPv6-NEXHOP для пакета IPv6. Давайте попробуем составить маршрутную карту, которая поможет в решении конкретно нашей задачи. Вернусь на маршрутизатор HQ. Маршрутные карты составляются в режиме глобального конфигурирования с помощью команды ROADMAP. Дальше мы указываем название маршрутной карты, маршрутной карты, RM NAT RSP1. Дальше указываем результирующее действие PERMIT или DENY, например, PERMIT, и номер секции 10. Что будет делать наша маршрутная карта? первая маршрутная карта будет сверять, подходит ли пакет под ACL, в котором мы смотрим, из локальной ли сети идет пакет. И также в маршрутной карте мы будем сверять выходной интерфейс, который будет определен для пакета при маршрутизации. Условия мы задаем с помощью команды MATCH. Нам подойдет условие MATCH IP адрес. В качестве параметра мы можем использовать как нумерованный, так и именованный список контроля доступа, а также префикс лист. Мы хотим чтобы эта секция срабатывала тогда, когда пакет идет из локальной сети. У нас уже есть список контроля доступа, который называется ACL LAMP. И мы можем сослаться на него. Если пакет подпадет в этом аксесс-листе под Permit, и второе условие MATCH, нам нужно проверить выходной интерфейс. MATCH интерфейс. И если при этом выходной интерфейс будет интерфейсом в сторону первого провайдера F0.0, эта секция сработает. проверим составленную маршрутную карту show road map. Эта маршрутная карта имеет секцию 10. Она сработает, когда пакет попадает под ACL LAMP и выходной интерфейс F0. А что нам делать с этой маршрутной карты? Эту маршрутную карту мы прилепим к правилу NAT. Старое правило NAT мы удалим. Show посмотрим как это правило выглядит. Это правило мы отменим и напишем новое правило IP NAT INSIGHT SOURCE Обратите внимание, кроме слов STATIC и LIST мы можем также в качестве условия сюда подставить маршрутную карту. IP NAT INSIGHT SOURCE ROAD MAP дальше название нашей маршрутной карты RM NAT ISP 1 Если эта ROAD MAP вернет нам PERMIT то что мы делаем то мы патим это в интерфейс по 0 0 По аналогии составим вторую маршрутную карту она будет сверять тот же самый ACCESS лист но выходной интерфейс в качестве условия будет выходным интерфейсом ко второму провайду ROAD MAP RM NAT ASP 2 с одной секцией проверяем совпадение на ACCESS лист и проверяем совпадение на выходной интерфейс ко второму провайду MATCH интерфейс FAN 0 1 и составляем правила по аналогии с тем что у нас уже было только в качестве ROAD MAP пишем вторую ROAD MAP и я ошибся судя по всему я ошибся потому что я не изменил выходной интерфейс бывает поспешил я подправлю вторую запись так так вот да вот теперь корректно если срабатывает ROAD MAP RMNATO SP1 то мы патим это взяв адрес интерфейсов A00 если срабатывает ROAD MAP RMNATO SP2 то мы патим это все взяв адрес интерфейсов A01 все верно еще раз проверим наши маршрутные карты первая и вторая проверка интерфейсов и проверка аксесс-листа попробуем отправить пакет посмотрим работают ли у нас все интерфейсы потому что ради теста я один из интерфейсов выключил действительно теперь работают интерфейсы к обоим провайдерам пробую с PC связаться с неким тестовым сервером сети интернет связь прошла каким образом мы пропутешествовали как отработала балансировка нагрузки мы пошли через второго провайдера посмотрим таблицу трансляций show ip not translations мы видим таблицу трансляций второй провайдер имеет под сети адрес 200 действительно мы пошли через него и мы выполняли пат в наш внешний адрес у второго провайдера 200 .2 ради теста отключим первый интерфейс отключим второй интерфейс направленный как раз таки к второму провайдеру интерфейс F0 1 проведем проверку еще раз связь есть а как пошел пакет это я отключил так я не отключил вот теперь вот теперь проверим выключили проверяем связь есть а как пойдет пакет что видим первый провайдер посмотрим таблицу трансляций вот они новые трансляции старые трансляции еще на время остались вот они присутствуют но появились новые через первого провайдера потому что второй провайдер в данный момент отключен что ж похоже наше решение работает и если внимательно полазить по форумам компании Cisco Systems можно обнаружить что огромное количество вопросов связано именно с организацией NAT при работе с двумя провайдерами и почти везде рекомендуют способ с помощью маршрутных карт но нигде толком не объясняется как это работает что получилось мы составили два правила НАТО в качестве условия мы сослались на маршрутную карту в каждой маршрутной карте у нас есть по секции каждая секция состоит из пары условий проверяется подходит ли пакет под локальную сеть подходит ли адрес отправителя под адрес локальной сети и проверяется выходной интерфейс если роудмапа срабатывает срабатывает и соответствующая секция правил НАТО на вебинаре вижу вопрос вопрос от Константина на обеих роудмап Permit 10 да это же Константин разные маршрутные карты поэтому мы в них спокойно можем использовать одни и те же номера для секций никто никто вам не запрещает в списке контроля доступа в разных списках использовать одни и те же номера разные списки разная нумерация или одинаковая нумерация это просто две разные маршрутные карты так как секция всего одна в принципе ее номер был бы не критичен так как она всего одна главное чтобы она была разрешающей а порядок несут критичен в конкретно данном случае какие есть у нашего решения недостатки так как мы взяли задачу упрощенную прямо скажем у нас конечно есть отказоустойчивость но работает она надо скажем не очень здорово мы переключимся целиком на другого провайдера только в одном случае если у нас интерфейс до другого провайдера полностью уйдет в состояние down если же интерфейс будет находиться в состоянии up-up а будет неполадка где-то внутри сети провайдера то мы не отработаем переключения в этом случае нам могут помочь такие технологии как Cisco EOS IPSLA нам может помочь трекинг нам могут помочь плавающие маршруты в нашем решении в нашей задаче были два одинаковых провайдера с одинаковой пропускной способностью нам было не важно куда пакет уйдет но в реальной жизни иногда хочется как-то распределить данные данные клиентов основных направить через одного провайдера а какие-то служебные сервисы через другого провайдера в таком случае вам помогают технологии policy-based routing маршрутизации на основе политик еще еще одна проблема если у нас происходит переключение на резервного провайдера то некоторое время в таблице трансляций присутствуют старые записи старые трансляции они могут нам мешать они могут портить нам жизнь они автоматически не сотрутся потому что это две независимые друг от друга вещи и надо бы как-то это форсировать стирать некорректные записи из таблицы трансляций раньше в этом нам например может помочь Cisco Embedded Imant Manager или Cisco EEM все перечисленные технологии включая маршрутные карты Cisco EOS IPSLA EEM рассматриваются в курсах линейки CCNP CCNP Enterprise это курсы под названием ENCORE и ENRC и в качестве в дополнение к сегодняшней демонстрации я бы хотел немножко рассказать о курсе ENRC ENRC это курс из линейки CCNP Enterprise который линейка которая пришла на смену старой линейки Routing Conception ENRC во многом похож на предыдущий курс под названием Rout очень большое количество времени уделено вопросам маршрутизации курс ENRC это 40 академических часов с преподавателем и 24 часа самостоятельного обучения 23 модуля и 29 лабораторных работ включая довольно большое количество работ на поиск исправления неисправностей можно сказать что ENRC это не только Rout но и частично курс который был раньше под названием Troubleshooting такая смесь Routing плюс Troubleshooting по прохождении курса вы получаете 40 CE баллов курс является официальным курсом и готовит к вас к экзамену с соответствующим названием ENRC сдав экзамен ENRC вы получаете статус Cisco Certified Specialist и если вы после этого еще сдадите экзамен под названием ENCOR Enterprise получаете в итоге статус Cisco CCNP Enterprise Какие темы рассматриваются в курсе ENRC это конечно же EGRP для которого не нашлось больше места на курсе CCNP это OSPF это технологии перераспределения маршрутов это технологии внедрения контроля маршрутов тот самый Policy Based Routing о котором я уже не раз упомянул это внедрение протокола BGP внедрение технологии VRAF Lite внедрение Dynamic Multipoint VPN новая тема и надо сказать довольно востребованная внедрение DHCP и несколько тем о защите маршрутизаторов CISCO и поиски исправления неисправностей в работе механизмов сетевой безопасности вроде AAA NTP также есть ряд тем которые отведены под самостоятельное изучение в дополнение к занятиям с преподавателем это три главы посвященные введению в МПЛС не не сказать что уж очень-очень сильно глубокое введение но это позволяет вам в целом представлять что такое МПЛС для чего он нужен какие бонусы он может вам принести три главы посвященные МПЛС варианты защиты шлюза протоколе IPv6 и конечно же не обошлись стороной функционал Cisco DNA Center а конкретно функционал под названием Assurance все даты курса вы можете найти на нашем сайте ближайшая дата начала 30 ноября с понедельника по пятницу полноценное либо очное обучение либо по системе вебинар как вы меня сейчас слушаете ну и также программа курса если что всегда доступно на нашем сайте какие-то вопросы о тем вещам которые мы сегодня с вами рассмотрели кроме тех что уже были озвучены в чату Константина который я уже ответ дал давайте пролистаю чат на всякий случай вдруг я что-то упустил судя по всему ничего что ж тогда давайте подытожим мы рассмотрели проблему ознакомились с инструментарием под названием маршрутные карты road map посмотрели как их составлять посмотрели как их прилепить к правилам НАТО и проверили что они действительно работают также мы сделали задел на будущее посмотрели какие технологии нам могут помочь в более сложном варианте решения нашей задачи и в принципе я думаю все если вам понравился семинар у вас есть какие-то пожелания предложения пожалуйста вы всегда можете написать на info.sobac.specialist.ru отзыв о семинаре и если захотите связаться со мной узнать обо мне подробнее все контакты на monastps.ru запись семинара будет доступна со сроками я затрудняюсь сказать но определенно будет доступна на официальном на youtube канале на youtube канале специалист ТВ по датам лично я затрудняюсь сказать но обязательно эта запись там появится спасибо что пришли надеюсь было интересно может быть вы узнали что-то новое или увидели для себя что-то полезное в данном семинаре они потратили 45 минут просто так слушая стороннего дядьку если заинтересовало обучение будем рады приходить к нам в центр специалист приходите на курсы циска приходите на сетевые технологии не болейте и всего вам доброго второе вы Продолжение следует...